Субтитры создавал DimaTorzok При храме на крови города Екатеринбурга Мы продолжаем наше занятие по развитию музыкального слуха Сегодня тренируются низкие мужские голоса И начинаем мы наше упражнение с нотой соль Которая написана в басовом ключе на первой линеечке Это нота соль большой октавы Послушайте, как она звучит Вот как она звучит Попробуйте попасть голосом в эту нотку Здесь удобно петь басам, баритонам Но неудобно петь тенорам Так или иначе вы можете почувствовать Удобно вам там или неудобно в этом регистре Если вам удобно, если вы чувствуете, что ваш голос сам туда бросится То мы продолжаем нашу тренировку Если вам удобнее было в предыдущем упражнении Где мы двигались от до малой октавы Вот от этой до Это прошлая была часть третьего урока Вторая То лучше продолжить тренироваться от до малой октавы А те, кому удобно здесь Начинаем нашу тренировку Так же, как на прошлых занятиях Первую нотку вы будете слушать А вторую будете пропевать Но только теперь уже вы будете пропевать ее полностью самостоятельно Потому что мне уж совсем низко будет петь с вами вместе А если я буду петь совсем высоко То вам будет не очень удобно со мной петь Итак, начинаем Внимательно слушаем нотку Приноравливаемся к ней мысленно То есть координируем наш слух с нашими связочками голосовыми И после этого поем вот эту вот вторую ноту Значит, смотрите Соль, ля, си, до, ре Вот как называются эти ноты И обратно До, си, ля, соль То есть здесь соль является тоникой Потому что мы поем от первой ступени гаммы соль мажор То есть мы уже в другой системе То есть мы по-прежнему в мажоре То есть у нас звучит наш лад Так же радостно и открыто Это не минор Если бы был минор, звучало бы так Вот мажор у нас Но только теперь первой ступени этого мажора будет нотка соль Поэтому гамма называется соль мажор Начинаем Внимание ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 делится еще на две длительности, еще в два раза короче. Это 16-е с двумя хвостиками или с двумя крышами. Есть, конечно, и еще более мелкие длительности. Это 32-е, 64-е, 128-е, но они уже реже, гораздо встречаются в музыкальной практике. Посмотрим еще один рисунок. Вот тут как раз можно увидеть вот такое подобие яблочко. Вот одна целая, вот одно целое яблочко, да, разделили пополам. Я тоже даю такой рисунок своим ученикам. Четверть, восьмушечка и две шестнадцатых. Очень наглядно, кому-то удобнее так, через зрительный образ. А вот это скорее для детей. Посмотрите, нота целая, она белая, очень важная и протяжная. Нота половинная, нота тоже длинная, но короче целый. Штиль у ноты белой. Четверти проворные, это нотки черные. Штиль их украшает, все под них шагают. Ну, действительно, четвертями часто движется марш. Покороче, вслед за ними нотки назовем восьмыми. Хвостик каждый одолжим, и под них мы побежим. Да, под восьмые удобно бегать. Но это, опять же, зависит от темпа произведения. Если темп медленный, то под восьмые мы скорее будем шагать, чем бегать. Возвращаемся к нашему первому примеру, к нашему упражнению. И подводим итог. Вы самостоятельно пропиваете это упражнение несколько раз, по несколько раз в течение дня, если вам удобно петь в этом диапазоне. Еще раз напоминаю, что не нужно никаких экспериментов по дыханию, не нужно вообще петь громко. Сейчас ваша задача это интонирование, то есть правильное попадание в звук, чистое пение. Поэтому можно просто тихонечко напевать, но себя контролировать. Сейчас мы для эксперимента проведем с этим же нотным примером еще одно упражнение. Каждая нотка будет звучать по одному разу. И вам сразу нужно будет голосом попасть в тон. Напоминаю, как звучат нотки. Соль, ля, си, до, ре, до, си, ля, соль. Внимание! Готовы? Начали! Соль, ля, си, до, си, до, си, до, си. И еще раз. Точно то же самое. Еще раз. Три-четыре. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. С вами была Елена Румянцева. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok